Мазыр Соль развивается динамично и поспехово. Такое меркование выказал старшиня облавыконками Владимир Дворник в процессе наведывания предприемства. Визит был обумоленный и тем, что недавно тут изменилось и кировництво. Тому треба было проверить сучасный стан справ новотворчести. Выники работы новых генеральных директора Владимир Дворник оценил как становочие. На этом предприятии я не первый раз. И, конечно, для меня очень важно. Здесь недавно была смена руководителя, поэтому прошло определенное время. И у меня было желание посмотреть, что изменилось, что добавилось, или какая динамика в ту или иную сторону. Поэтому я сегодня с удовлетворением хочу отметить, что действительно я чувствую по коллективу, что вот эта преемственность бывшего руководителя, который пошел на другую работу, и сегодня нынешнего, она сохранилась в том же русле, в том направлении. Но единственное и самодостоинное, что она еще добавила к тому уровню, что было ранее. Поэтому очень приятно сегодня и встретиться с людьми, и с руководством этого предприятия. Мазыр Соль працует рентабельно, а каля 80% своих товаров экспортует. Ассортимент представлены 100 видами продукции, яка вырабляется на сучасном белорусским, российским, немецким и чешским обсталевании. После наведывания в творчестве прошла сустреча с коллективом предприемства. На ЕС собралось а каля 200 человек. Спочатку губернатор поделился выниками одубаченого. Подкреслив, что от эффективности деятельности завода залежит добробыт кожного работника. Что тычется, например, средней заработной платы, то она выглядает достойно. Больше 1030 рублей. Але резерв для росту есть. Провага работы Мазыр Соли перед іншими вытворчастями в том, что тут мается своя сыровина. Ее не треба закупать, як это приходится робить многим предприемствам. А тому есть усе махчимости для еще больших поспехового развития. Мазыр Соли – это предприятие, которое известное не только на территории Республики Беларусь, но и далеко за ее пределами. Более 80% продукции отправляется на экспорт. Поэтому качество и уровень предприятий известен далеко за рубежом. На сегодняшний день предприятие полностью загружено и имеет широкую ассортиментную линейку и удовлетворяет самые строгие потребности своих покупателей. Сустреча старшине Абл-Виканка Молодимира Дворника с коллективом пройшла у формате открытого диалогу. До губернатора со своими проблемами звернулися 12 человек. Пытания были самого разного с места и масштабу – отломочению законодавших моментов до тех, которые потребуют индивидуального подхода. Например, один из работников потекавился, тем ахчима почать кредитовать на льготных умовах будовинства жилья для молодых специалистов, которые имеют одного и двух детей, альбо установить обмежевание по процентной ставции. У отказ было расслаблено надеющее законодавство и огученные разные варианты выращения жильевого питания. Блок «Зворота» утечился развития Мазера и в целом Гомельской области. Например, люди пытались про завершение ремонта бассейна и драматичного театра, электрификацию певных участков чугунки, будовинства трасс. Были и питания, для выращения которых не потребны и великие гроши. Это приобщение освещения побочек со школами и детячими садками, а так само лесопарковой зоны. Выказывались пропановы об ремонте покрытия на школьных стадионах. В большом числе, в основном, я бы сказал, они в удручающем состоянии. И, конечно, хотелось бы, чтобы в городе получили хорошие стадионы, чтобы дети занимались спортом. Соответственно, государство тратило меньше на здравоохранение. Пытания работников предприемства Владимир Дворник взял на контроль. Усе неслушные заслуговывают уваги. Зрозумело, те, что потребуют великих финансовых сродков, будут выращаться по мере махшимости. В целом, Жавопошнича стала доброй традицией каждый год-два приводить у належный выгляд районные центры. Заразь как раз надыходит черга Мазыра. По словам губернатора, за эти и будущие годы тут проведут масштабные работы при конструкции объектов, добропарадкованной территории, увагулю выправить усе основные недохопы. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадиокомпания «Гомель» из Мазыра.